Девушки отдыхают 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 Ну, 21-го будет, у нас станет собратно, если с вами прощается. Так, ко мне какие вопросы есть? На крещении есть кредитаты? Да, там, ну, в основном все, как всегда, интернетовские. Много? Ну, я не могу сказать, ну, думаю, человек 10, наверное, будет, надо быть. Так, не могу сказать. Зеркозный совет, когда? На крещении. Ну, как всегда, перед этим, наверное, бывает суббота, может быть. Суббота, наверное. Воскресенье, к зимой, это субоскресенье в этом году попадает. Градийское, наверное, еще воскресенье будет. Суббота, наверное, так же будет. Суббота утром, с 9, наверное. Ну, да. Ну, скорее всего. Ну, вот и. Здесь, видите, у нас оно как-то не совсем так-то. Церковный совет тогда, когда мы в общину свою принимаем. Тогда предъявляем какие-то там... Когда человек приехал там за 3 тысячи километров, допустим, покреститься, пожалуй, здесь он, в озере. И мы ему, чтобы наши какие-то это... Потому что он нигде не сможет по этому уставу, какой у нас где-то, в другом храме, по этому не сможет. Одновременно. То есть, получается, на заседании церковно-приходского совета, человек просто получает наставление. Наставление. Это мне подарил... С короной Российской империи. Батюшка один знакомый. Я на американец. Последствия служит. Американца все-таки была. Подарился? Самфирная. Подарил мне. И у меня-то простой такой... Аметиста или самфир? Ну, точно не рубили. А это рубины, наверное. А рубины? Да, ну, конечно, это... Это стеклярусы, наверное. Да, стекляшки блестящие. У меня другой такой был. Я в дороге с собой брал. В такой коробке, где сумки лежат. А полная сумка у меня битком набита. Там еще вещи были мои, которые в дорогу брал. Там кто-то еще там дали. И вдруг на этом... И еще у меня там лежало фонарик. И они засветились, когда в аэропорту... Так, у вас вот там вот крест. Он, значит, под этими все. И как они рассмотрели, что там крест? Ну, все видно. Ну, как видно? Я спрятываюсь... Это вообще... На линиенку эти косточки ваши все видны. Ну, так там именно кости эти броски. А это забито все этими и... Тряпками. Тряпками, да. А там же на металл. А металл развечивают. Ладно, это я показал. Что, извините, там это все... Фонарик. Включите. Я включил фонарик. Два раз... В прошлом году было телефон. А телефон у меня... Он... Кнопочный. У меня футлян. Сам я делал футлян. Свинцовый. Вот он, мой футлян. Ну, и там... Я его положил так это... Прошел, когда все... А там проходишь, руки поднимаешь, значит... Посетился... Я... Позже не берите. Отойдите. А нет, по 5... Что у вас такое? Я говорю, телефон. Возьмите. Я взял. Откройте. Они, наверное, уже не помнили таких телефонов. Молодежь. А ты сегодня в тысячу прошел, все эти телефоны... Пейджер не видели. Откройте. Я открыл. Телефон опять. А, ну все. Боятся. 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 Ну, правда, смешно, как... Ну, что там вот такое-то было? Ну, разное будет такое. Зато не взорвались. Всех потеряли. Ну, да. Ну, да. Еще что? Какие еще есть? Дороги есть? Дороги. У нас всегда дороги. Никогда не было с дороги. Я не был в Потеряев пока. Ну, то есть по ним можно проехать? Мы живем в России. Правда. У нас российские дороги. Ты не в дороге спрашиваешь, а можно или нет на моей машине проехать? Ты так спрашиваешь. Да, можно. Дороги есть или нет? На дороге куда развиваться? На легковой машине можно проехать? А? На легковой, на очень легком. Сейчас можно уже. День-два подсохла. Это только вы, чтобы для утверждения. Братья, тех, кто на машине ездит. День-два. Вот. Жена уже стоит часами. Я хотел себе что-то приобрести такое ездить. Вот не знаю что. То ли у вас совета попросить что ли. На велосипеде тяжело и... Батюшка самокат. Да не, ну, в Парнаула. Да ну там в другую деревню съездить мне. Закрываем. Электросамокат, батюшка. Да. Не, не, не надо. Он высокий, я за ногу не могу поднять, нога это. Какой он высокий? Нет, 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 нет. Был электровелосипед был у батюшки. А, высокий, высокий или нет? Сейчас есть. Есть. Ну... Батюшка, квадроцикл больше ничего. Можно одно, трех колес. Четырех. Четырех. Милял, минимум? Да нет, нет, нет. Триста пятьдесят. А, триста пятьдесят. Триста тридцать даже. Триста тридцать. Ну это да, это да. Ну вот это самое такое маленькое и это. Ну вот еще... Я говорю, что он говорит? Давай подумаем до другого дня. До сегодняшнего дня. Это вещь вообще. А он на бензине или нет? На бензине. Можно сзади маленькую тележечку прицепить еще. Матушку. Ха-ха-ха. Маленькую матушку. Дело в том, что он, я спросил, как. На этом он бесправ можно ездить, только на дороге в эти не перейдет. Не вы, на шоссе нет. То есть регистрировать его не надо этот. Остальные те регистрируются большие, которые там регистрацию проходить там и страховку платить, как автомобиль. А этот не надо. То есть вы до дороги хотите выезжать даже? Ну, до дороги, может, меня проводить могут. А, на нем-то, ну да. Ну да, кто проводил и все. До дороги. Ну что, благословесие взять? Конечно. Это мощная вещь. Это мощная вещь. Да благословит вас Господь. Ну ладно. Думайте еще быть. Который маленький. Который не на дорогу, чтобы не было. Да, да. Вот именно такой, чтобы не на дорогу, чтобы не было. Вот именно такой, чтобы не было бесправ. Хотя у меня права, с новенькой права. В 75-м году я получил. А на авито не пробовали забить там поисковик? На авито. Может быть, БУ почти новое и дешевле. Может быть. БУ, оно не дешевле будет. Но знаешь, БУ есть БУ. Не знаешь, что или что. Новое есть новое. Тут можно прибить. Маленькие. И для детей есть. Маленькие. В трех коленах. Такие. Тоже четыре. Небольшие. Мы такой. Ну там. Может быть там сидеть. Коленки будут выше руля. Да. Да. У меня дешевле там. За 150 наверное. Мы смотрели. Ну не пойдет он. Для подростков. Да там вообще там ребятишек такие. Пошел ваш подростковый возраст. Да. Дочка, силы ты у вас еще есть? Да. Силы ты рулите еще есть? Тяжело. Я в парке прокатилась. Может быть вам надо попробовать посидеть в нем? Вы сидели? Надо посидеть, батюшка. Ну как говорится к месту. Идет или не идет. Не так. Я спрашиваю. Легко. Как он называется. Какой-то усилитель там есть. Гидро. Где-то. Говорит. Электро. Электроусилитель. Электроусилитель. Да. Легко. Легко. Ну и он маленький же. Не такой как те. Которые большие там такие. Стоят там. Мощные. Такие. Ну вообще. Как слон какой-то. Ну вот так вот. Что еще? У него больше ничего нет? Моточка мотоцикл выходит. Нет. Неустойчивый. Нет. Мотоцикл не надо. У меня мотоцикл был. Два мотоцикла везде было. Я трехколесный. С коляской брал. Один покупал. Второй. Тогда еще не было. Мотоцикл он такой. Этот проходимый. На трое когда работал. Один купил. Потом через три года продал брата. Второй купил. У них же пониженные есть. Вот у этих квадроциклов. Вот в чем дело. Ведущая одна. У этих одна ведущая. Задняя говорит. А которые громадные большие. Там же миллионы. Там они видать все в них. Ну там по горам гонять наверно. Какие они такие там они. У нее только по своей дороге проехали. Так. Еще что? Как там справляются сестры наши? Даша с Ларейской? А что? Даша она справляется хорошо все. Она со своим занимается. Если им заниматься. Но. Ничего. Не жалуется. Веселая. Улыбается. Я бы не собираюсь. Да нет. А прошло дня два. Я говорю. Ты это. Не собираешься убегать? Да нет. Рисковно. Думала. Первый день трудно. А потом ничего. Сейчас их. Там тепло переселили где-то. Покомфортнее стало им там. Ну вот. Жарно. И что растили первые. А сейчас? Ну. Комары там доставили. Комары. Этого. Стоит. И все. Спокойно его комары не садят. А на этого. На маленького. Прямо. И марли сверху. И там лицо закрывается. Надо дымокурчик брать. Ну все. Там не будешь закурить. Бачка. Николай Астахов создал чат. Потеряевка. И там. Я слежу за этим чатом. Объявление такое. Что там. Палатки. Просит. Вроде как. Игнотик сказал. 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 Я к этому. Не лезу туда. Туда не надо. Все понял. Запретные темы. Не палатки. Я только посоветовал. Не надо никакой. Неприятности. Войны. Какой не надо. Палатки поставили. Здесь на улице. Палатки. Сколько люди приезжают. Ну все же. Не на месяц. Приехали там 3-4 дня. И. Сено есть. Населили. Сено на полы. Как в поход ходят. Что они с собой берут. Мягкие матрасы. Или что. Спать не карема. Ну. А? Карема. Берут карема. Матрасы много. А в первые годы. Когда еще не было. Деревни потеряете. Мы каждый год приезжали туда. Неделю жили. Где мы. Неделю. Где-то солому найдем. В пусте. Солому ночевали. Нет. Я к тому батюшку. Что может кто-то из наших братьев. Может. Туда отправить палатку. Потому что там. Может конечно. Это будет не лишнее. Что приедет. Кто-то не сможет. Может привезти. Были большие палатки. Я говорю военные. Но они давно уже там. Я и были там. То есть. Издрявились уже там. Непригодно. Тридцать лет. Тридцать лет уже прошло. Палатки. Наши уже сорок. Вот. Ну а так. Было бы зимой. Это еще. Летом. Где можно. Комары и святые. Вон специально раздевались. Говорит. И ходили. В лесу. Вашему делу. Да. Себя. Изнуждать. Чтобы себя. Как это было. Приезжим сразу предупреждать. Конзю вырабатывать. Мы сейчас во святые. Мы первый год когда были там. Мы уже осветились в свое время. Ну. Пошутить. Племянник там этот был. Нет. Он ничего. Кончился. Деньги хочешь, говорит, заработать? Ну конечно. Нет. Собой был. Ну давайте говорите. Что вы там. У вас важно что-то там. Нет. Ну а что вы так. Говоришь мне что-то как-то не интересно. Нет. Нет. Нам некогда. Мы уходим. И просто. И все. Ну было такой. Скажем мало. Смешной случай. Я пошутить хотел. Говорю. Хочешь заработать? Да. Хочу. Я говорю. Ты знаешь. Говорят. Комаров принимают сушеные. 500 рублей килограмм. Ох. А как? Я говорю. Насобирать их можно. Говорю. Если два человека договориться вместе. Один разрывается до гола. Стоит. На него комары садятся. А ты сгребаешь. А у меня. Сестра. Молодь сестре. По твоей. Скажем. Давай мы денег заработаем. Дядя сказал. Денег можно заработать. Ты раздевайся. А я буду собирать. А он насерьез принял. Он насерьез это. Он не себя. А сестра. Чтобы сестре собирать. Вот такое. Нет. Вот такое еще. Ну ладно. Чего? С миром Божем. Сегодня помолились. Хорошо. Наверное. Вы еще хотите? Нет. Ну поговорим о болящем. Нужно о наших. Говорить о болящих. О болящих. Значит. Алисей Семенович еще находится в стационаре. Главное слово. Братья и сестры. Спасибо вас Христос за молитву. За маму. Очень благодарен, что все помнят. Все молятся. Спасибо. Вот. Просто хотел поблагодарить. Прийти всех увидеть. Лучше. Вот. Ей сейчас такое состояние, что лишь бы не было хуже. Потому что как вот после первой операции у нее прямо резко пошел такой спад. Она теряет вообще контроль. После второй операции гораздо лучше. Она тут на человека стала похожа. Ну. На мой взгляд. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Все равно она угасает. Вот. Ну. Насколько ее хватит, мама. Ну. Насколько и хватит. Ну. Значит. Как Бог даст. Как Бог даст. Алло. А почему приехал? Спасибо Господь. Потому что папу нужно было госпитализировать. Папа выписался. Папа в больнице лежал. Да. За вчера. Спасибо Господи. Спасибо Христос за молитвы. С папой все хорошо. Слава Богу. Ничего не нашли. Оказался симулянтом. Шучу конечно. Слава Богу. Живчик. Молодец. Нервы. Ну да. Все. Все от нервов. Спасибо Вас Христос. Ты когда поедешь-ка за молитвы? Думаю или в конце этой или в конце будущей недели уже домой. Или в самом начале. Не под выходные. на трассе там. А ты на машине приехал? Я на машине приехал. Ого. Ну и что? Ну конечно. Я всей семьей приехал в район. Я всей семьей приехал. Таня поклон от нас передала. Спасибо Господи за все. Спасибо Господи за все. Слава Христос. А когда вы обратно? Сейчас. Я сказал вот на что уже. Что ты? Еще кто у нас болящий нуждается нашей помощи? Антонина. Она всегда водорствует. Очень хотела. Вчера писали приехать. Но вечером написали не приедет. Тут вот это наверное жара. Тяжело просто. Понятно. Она прям сильно хотела. И сама Маргариту давно не видели мы. Как у нее там дела? В саду пропадает? Наверное в саду. Ну надо позвонить. Так я бы узнаю что у нее. Как там дела-то. В саду-то в саду. У Дениана. Людмила Степановна как? Не говоривается. Кто с Людмилой Степановной имеет связь? Ну нет. Я каждый день позвоню. Так. Периодически. День лучше. День лучше. Мой господи. Молимся. Любовь Петровна это как насчет того, чтобы в храм не было? Любовь Петровна. Она никогда не выражала такое пожелание. Не выражает? Нет. Потому что еще болит нога. Позвоночник перекосила и она падает. Ну не всегда он был перекошен? У меня. Так старостью. У меня нет. Тяжелая нога. Мой господи. Еще кто у нас? Валентина ей говорить нельзя. Вот она на неделе заболела. Была у врача. Пописали ей лечение. Так что. Но еще просит продолжить молиться. Запретили говорить? Игнатий. Ну Игнатий, что сказал ей не поступать. Да, да, да. Поэтому она через кого-то передает просьбу. Понятно. Ну это для того, чтобы она говорила то, что надо. Не многоклопольцы? Да. Ну и по делу. И все. Понятно. Сейчас обдумывают. Мы молились о наших учащихся. Молились. Слава Богу. Наши учащиеся. Все сдали экзамены. Не все. Ну и хорошо скажешь сама. Благодарим. Так вот. Ты тоже про себя скажешь. По очереди. Тогда ты и говори. Спасибо, Игнатий. Всех за молитву. Экзамены сдала. На четыре и на пять. Все хорошо. Красный дистанк будет. Слава Богу. Теперь впереди что? Десятый и одиннадцать? Так. Понятно. Или уже из школы? Нет? В школу пока? Ну давайте. С такими же успехами. Дальше. Говори. Да я в среду защитила диплом. Молодец. 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 Слава Богу, Валенуя. И что дальнейшее как у тебя? Ну я собираюсь как? Закончить сначала курсы по операционному делу. Пробовать попадать в институт. Когда не заканчивается? В июле они заканчиваются практики. Да прикольно. Самый тестат скорее всего в сентябре где-то будет. А что там? Ножи правильно точить? Нет. Ножи правильно точить. Чтобы... Чтобы... Как там это? Три листочка? В сотрудничестве работать с хирургом. Она должна видеть что делает хирург в каждый момент. И нужно инструмент взять, заводнуть, подать. А ты на операциях уже присутствовала? Конечно. Когда человека полосуют? Она уже учится. Как правильно тебе? Интересно? Не полосуют, Игорь. Не полосуют. Семьдесят или восемьдесят процентов операций делаются эндоскопически. Там очень сложное оборудование, экраны, рентгеновские стойки. Вот это все оборудование должна знать, уметь операционная медсестра. Уже от скальпеля. Там микроинструменты. Там... Ну ты кроешь, не боишься? Главные инструменты. Там много. Умница. Прошла уже. Умница научиться. Ну, то есть, женщина, хирург это вполне возможно, да? Хирург в будущем. Пока медсестра операционная. Нет. Я... Я не говорю, что... Я говорю, я хочу попробовать подать эти результаты ЕГЭ в этом году, а сами экзамены, если не пройду, то в следующем году сдавать, готовиться к нему, к нему экзаменам. По экзаменам. В университет ты имеешь? Я объясню. В этом году у нее еще действует ЕГЭ. Действует несколько лет. И она имеет право подать ЕГЭ для поступления в ВОЗ. Какой у тебя там балл? Там балл был невысокий у нее. У нее там химия слабовата была написана. Была сложная химия в том году. И шансов пройти очень мало. Ну, пусть подаст, попробует. А биология? А на следующий год она попробует уже по внутренним экзаменам без ЕГЭ. Так биология-то была там ЕГЭ? Была. Все было, конечно. Она же поступала, не прошла. Угу. У нее было еще... А внутренний экзамен это там она будет сдавать? Сам экзамен тоже. Сейчас, подождите. Вот Нестор. Да, я просил. Ты будешь уже... Нестор, а у тебя как? Сколько? Или год еще учиться? Да. У меня сейчас год учиться. У меня сейчас... Тихо! Да тихо вы! У меня сейчас сессия начинается с этой недели. Завтра уже первый экзамен. Все. А? Сессия... Завтра первый экзамен? Летом сессия. Сколько экзамен? Три. Три экзамена будет? Какие? Ну, я не знаю. Да, у них там как-то странно вообще... Как? Не знаю. Сейчас, смотрите, попробуй. Сейчас. Почему так? У них... У них у кого? Сейчас, подождите. Ладно, забыл слово. Короче, будет первым физика, потом идти математика и русский. Вот так вот. Завтра что? Физика? Да. Готов? Готов. Скорее всего автомат будет. Я же автомат. Молодец. Что так? Молодец. Ну и у нас гость... Можно я вас... Секундочку прямо. Я всех очень благодарю за ваши молитвы. Спасибо. Что путешествующая была. Все хорошо. Спасибо. Спасибо. Слава Христу. Аллилуйя. Мы видим здраво и слава Богу. Аллилуйя. Вам слово. У нас сразу будет вопрос. Вы вот как курируете их там... Дистанционно курируете наших братьев и сестер. Вы курируете, то есть смотрите где они. Они вам докладывают где, в какое время они бывают на службе. Потому что здесь они, мы их видим достаточно редко. Здесь они бывают по разным причинам. Да. У меня все. Братья и сестры. Да. Курирую. Значит. Ну. Значит. Насколько я понимаю. Значит. Я с ними разговаривал. Были. То есть моменты, когда они не приходили на службу. То есть они болели. Вот. Я как раз с сестрой общался. Перепиской. Я ей сказал, что они болели. Они все с температурой тут слегали до моего приезда. Вот. Иван. Иван. Ну сами знаете. Иван сейчас в армии. Это армия. Как бы она ни называлась. Альтернатиногражданская. Срочно это армия. У него сейчас как получается напряженный график. У него тоже напарник его. Который тоже проходит службу. Ушел в отпуск. Причем на 28 дней. И там другие. Поэтому график уплотняется у него. Он постоянно там практически на работе находится. Но когда выходит момент у него. То есть появляется окно. То есть воскресенье. День свободный. Он всегда на службе. Вот. Я сразу скажу. Здесь. Здесь. Вы нас. Вы нас. Как-то ставьте в известность. Потому что. Потому что. У нас связь. Потому что у нас связь с ними. Но она слабая. Если не сказать. Что вообще никакой связи. Они не выходят. К нам на связь. И не отвечают. Сами они инициативно. Не звонят. Поэтому. Мы вас просим. Если у вас есть с ними связь. Чтобы мы знали. Где они. Хорошо. В какой храм пошли они. Хорошо. Ефросинья. Чаще всего приходит. Да. Ефросинья. Ну. Нестор. Тоже появляется конечно. Ну. И вам понятно. Что у него там служба. Ну. Хотелось бы чтобы. Нет. Просто знать. Болеют. Значит помолимся за болящих. То мы ничего не знаем. У Ении спрашиваем. И она не знает. Никто не знает. До Ении сама. Ну так все. С Божьей помощью. С Божьей помощью. Значит. Доехал нормально. Ургани у нас слышали. У нас был большой поводок. Вот. Пять раз приезжал министр по чрезвычайным ситуациям. До сих пор еще. Последствия поводка остались. Многие без жилья. Вот. Если брать вот так вот. Как. У вас это жилье нормально? Я в центре жилу. Как раз. Там где вот раньше в советское время предприятия строили. А я возле жилья дороги. Там это места незатопляемые. Но если брать вот как бы. Я тоже как бы к штабу был. У меня при нас приписали. Наши работники. У нас четыре предприятия нашем. Индустриальном парке. Они выезжали значит на как бы усиление. То есть там дамбу укрепляли. Все прочее. Я развозил с водителем там пищу им. Палатки. Это плащи. Все прочее как бы развозил. Вот. Ну а так вот мы подъезжали близко. Если брать вот представляете дамба. То есть мост вот этот. Горводоканал. Водный союз. И само это здание водного союза. По второй этаж была вода. То есть вот так вот. То есть такого еще ни разу не было. То есть конечно люди остались без урожая. Кто то без квартир. Можно так сказаться. Потому что все там вымыло. Вот. Как там возмещают ущерб. Ну. Как потихоньку. Как всегда. Вот. Ну то есть наделало много. А сейчас вот жара наступила тоже. Ужасная жара. Вот. То жара то попаводок. То есть вот такая вот идет ситуация. А Богу слава за все. Да. Слава Богу за все. То есть по милости его. А что в инфекции не у вас. Как у роботов то дела? Там дома? Ну. Дома. Дома порядок. Я приехал. Дома порядок. Единственная значит как бы проблема. Я обращаюсь к братьям и сестрам за помощью. Вот. Животное. Животное. Собака родила. У них одна. Значит. Когда. Ну в свое время Андрей. Просили дети его. Он. Ну. Сами понимаете. Сейчас у них получается 4 щенка. Хорошие щенки куда то и в добрые руки. Вот отдать. Потому что им не прокромить столько собак. Получается 7 собак с этими щенками. Вот. Каждый раз одна и та же история с этими собаками. То зимой она щенится. Они в доме держат. Они все загадят. Простерилизуйте и держите одну собачку. Говорят есть какие то даже капли. Если вам операция дорогая. Я вчера узнала. Да. Для кошек капают. Для кошек. Они не ходят. Но с кошками то все нормально. С собаками проблема. Не. А сколько им щенкам? Может у тебя собак есть какие то. Сколько? Месяца два. Месяца два. Не там месяца. Через авито надо. Я через авито разговариваю. Красивые фотки выставляете. Да. Делайте фотки приятные. Спасибо. Вот ну. Вы знаете. Я однажды приехала из лагеря. Стала. Хорошенькие фотки. Помойте их. У нас соседская собака щенилась под нашим сараем. Представляете. Под наш. Я. Они подрастают. Тут же моя собака тетя Рокси. С ними там все. Помогает. Пошла. Погуляла. Мамаша. Я к соседу. Щенки-то подросли. Ты забирай его. А они мне не нужны. А щенки знают мой двор. Они тут рождены. Ну что мне делать. Я выставила их на авито. Забрали. Буквально за один. Забрали. Забирают. Ну и что же так же щенков. Забирают. Они симпатичные щенята. Их пока маленькие. Выставите. Пока маленькие. Там хорошие щенки. Два так вообще просто прелесть. Вот займитесь. Прямо сегодня сделать. Они не сделают. Вы уедете. Они это все бросите. Будет у них целая стая. Просит. Сфотографировать надо. И нафиг скинуть. Они будут бегать по кругу. А им будут... Потому что я нафиг разбирается. Вот так выставить. Она мне просила. Кстати я с ней разговаривал. Да. И будьте на связи. Потому что люди дозвонить начнут. Вы телефон берите. Ну так слава богу. У них дома порядок. Дома порядок. Картофель посадили? Картофель нет. Не посадили. Вот. У них картофель какие будут? А огород есть? А огород то есть у них. Они скопали. Но картофель не посадили. А что у вас не было? Ничего пока еще не посадили. Ничего. Калории лишние. Эти картошка. Ничего как-нибудь. Вот. Ничего пока не посадили. Андрей. Более менее Андрей. Там где-то ходит. Работает. Подрабатывает. Более менее. Все хорошо. Ничего не посадили. Все хорошо. Ничего не посадили. Ну по милости. Контролировать их надо. Вы же их курируете. Сами не посадили. Да это. У них очень горело. Особенно все хорошо. Тоже можно скажу. Вот как раз уже разговор прошел. Маша ночью мне набирает. Мама ты не спишь? Я говорю не сплю. Чтоб заготавливаю. Мама говорит. Шла на работу. На дежурство. В кустах возле работы. Коробка с котятами. Орут. А мне жалко. Да праздник же говорит. Троица. Я говорит ради Христа подобрала. Мама возьми. И вот говорит. Сейчас у меня на смене. Они говорит орут. А мне их кормить нечем. У меня кефир был. Они его не едят. Что делать? А слушай там писк стоит. Голос. 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 С июнех. Голос. Голос. Симпатичнее. Голос. Голос. На интернет. Вышли на меня через интернет. И еще не договорила. И вот что я отказалась эти булочки спичь. Но я правда никогда... Я откуда, знаете, булочки никогда не делала. И вот мне через интернет, вот, принесите публичное покаяние, принесите, да, публичное покаяние, испеките булочки, в общем. Ну уж простите ради Христа. Ты решила принести публичное. Я принести решила. Раз у нас смотрят так публичное, я публичное. Давай публичное тоже расскажи нам. У меня публичное. Я спросила у Натю. Что же, день покаяния? Ты слава ли, нет? Нет, у меня нет. А, слава Богу. У меня покаяние будет, как положено на историю, и все. Аминь. Тайная, явная. Аминь. Совершенно правильно. Перед вами у меня все явное, и такое у меня к вам объявление. Братья и сестры, нас осталось мало, но передадите тем, кто ушел и не слышал. Мы с супругом присмотрели себе жилье в Краснодарском крае. И в середине июля планируем перебираться. Аху. Вам я это говорю, практически я с вами, скорее всего, уже прощаюсь. Не знаю, увидимся мы с вами или нет, скоро мне снова в рейс по работе. На работе мне написали характеристику, очень положительную характеристику, для того, чтобы я могла без прерывания стажа перевестись в депо города Сочи. И работать оттуда. Тут же поезд только... Нет, там другие совершенно направления. У меня поезд в Адлер, Адлер, Барнауле. Из Барнаула в Адлер и обратно. Вы мои братья, сестры, мои любимые, мои родные. Мы с вами столько лет знакомы. Я буквально пришла сюда. Ну, только я из возраста детей, возраст совершеннолетия. Это такой возраст, когда ты еще ребенок. Просто понимаешь, что все-таки 18, мы уже ж отредственные, все, уже взрослые. Вот в таком возрасте я пришла сюда в курсию. Сейчас уже я в совершенных летах достаточно. Уже скоро ягод-то будешь. Уже дети взрослые. Дети-то одному только не 18. Остальные совершенно. И вас я прошу, не забывайте о нас в своих молитвах святых. Вы знаете наши имена, имена наших детей. С вами я буду держать связь онлайн, конечно. Скрываться я не собираюсь никак. Напишите, всегда отвечу, позвоните, всегда поговорим. Дом-то большой? Побольше, чем этот у нас. Гостей принимать будете? Приедем в гости. Конечно, приезжайте. Надумайте в Краснодарский край. Конкретно город Краснодар, там станица Новотитровская. Это около 30 километров. От самого Краснодара? Да, да. По трассе, ну там рукой подать. В велосипеде можно поехать. А этот-то у вас продается? Нет, этот-то продавать не будем. Ну пока что не будем. У нас четверо детей, Виктор Андреевич. Как бы детям тоже надо где-то жить. Леонида у нас замуж собралась. Да. Да, подали заявление, скоро у них роспись. Ну, нет еще. Обычный парнишка, парнирской парнишка. Нет, здесь. Она здесь, да. Леонида заканчивает. Колледж также защитилась она, защитилась хорошо. Осталось только получить документы. При АГУ, колледж при АГУ, в Тайском университете. Она дизайнер по отраслям. Сколько лет? Лет 20 лет уже. Конечно. Вопросы. Ну вот такие новости. Спрашивайте. Если у вас есть вопросы. Скоржим. Лена, честно. Лена, честно. Тараси, это что, заканчиваете школу? Тараси, это печаль моя. Это, как вам сказать, школу заканчивает. Он в 10-й мы пошли, мы девица кончили. Мы пошли в 10-й. Сейчас же закон у нас, что ребенок до 18 лет обязан учиться. Он бы после 9-го уже ушел бы работать. И все. Ну, видимо, есть такие люди, которые не хотят учиться, а хотят работать. Поэтому он в образовании не видит никакого смысла. Это из его слов. И поэтому он работает. Да, он в 11-м классе забрался, призывал. Забрал документы. Возраст призывной, нет, еще не призывали. То есть он дитя-то закончил, он зашел? Да, да, и забрал документы. А там на чем у них? Леночка, про альтернативную мы подавали заявление. Да, мы подавали заявление, когда их в 10-м классе повели в Алькомат. Он пошел уже с заявлением. Ну, что могу сказать? Альтернативная она для кого? Вот Ваня пошел, он показал, что он верующий. Правильно. Он сказал, что он не принял. А когда... Нет, почему не приняли? Они не могут не принять заявление. Ну, когда у тебя, как вот эти состязания, да, тебя спрашивают, а почему ты на альтернативную служил? Ты же должен это членораздельно пояснить. Ну, он церковь не ходит, что ты не соображаешь? Он церковь не ходит. Он, что он объяснит? Поэтому дальше как-то... Леночка, он сам не знает, чего он хочет. Это нигилизм, это... Это вот какой-то юношеский... Я думаю, это пройдет. Максимализм, но не в сторону духовную. Не в духовную сторону. Слава Богу, не наркоманит, не пьет. И я этому, за Бога, за это благодарю. Потому что много людей, детей, много вот таких детей, которые уже подвержены... Порукам. И таким порукам. Я думаю, что не приведи Бога. И у меня одна надежда, что Господь тронет их сердца. Когда-то они вспомнят, где-то Господь их нагнет. Возможно, им это нужно пережить, чтобы понять, что такое жизнь с Богом, а что такое мир. Поэтому вот так. Помоги Господи. Спасибо, Господи. Мы с нами останемся. Я вас буду держать в курсе постоянно. Я буду писать в группу. Ну, а вы, типа, на собрании... На собрании... Ну, рассказывайте эти новости о нас на собрании. Потому что у нас не все в этой книге. Вы только вдвоем поедете или кого-то возьмете? Огнюша точно с нами. Она несовершеннолетняя. У нее выбора нет. Ну, она как бы и хочет с нами ехать. Ливия еще с Тарасом думают. Леонида замуж уходит. Леонида пока что точно здесь останется. Останется в нашем доме жить. Ну, и понятно, что наши дети двери для них всегда открыты в обоих домах. Мы думали продавать. Но у Саши все в порядке с работой. У него такая специальность, что он может уволиться и там найти себе работу. Ну, он будет пока что дистанционно. Он договорился с этой организацией, где сейчас он работает. Дистанционно будет на них работать. Да, они довольны его работой. Так что они только за. А дальше как оно будет? Спасибо, Стоси. Сечально, но шла. Дай Бог, чтобы у вас там все срослось и устроилось. Мы с батюшкой разговаривали на это дело. Согнали, с детьми, мы с чем разговаривали, попрощались. Мы приезжали к нему. Они тоже, конечно, не сказали, ну, ой, слава Богу, выезжайте. Ну, конечно, такого нету. Вот, поэтому... Ну, нашим отцам мы все это сказали. Да, Лена, пришло оно как-то, как-то пришло. Ну, не всегда можно. Тут причин-то давно. Так вот, да. А там брат, да? У меня там брат. Еще о болячих, если вспомнить, у Алексея Семеновича еще лежит в больнице. Там Катя лежит? Катя же? Вот. А в какой? Недалеко, да, от них? По святым местам, а он здесь один. А в какой больнице? В кровавой больнице, отделение, строительное лечение. А он долго еще купил? Не знаю. Лена, до следующего воскресенья. А палата какая? Пятнадцатая. Четвертый этаж, пятнадцатый этаж. Ходить не надо, надоедать. Это там... Надо ходить, то щели сюда просто. Кто пропускает, то не пропускает. Ну, сейчас вот карантина нет, то пропускает. Мы с детью Куриевым сидели, минут сорок на улице гуляли. Бывает так, что он лежит, лежать надо только поднял, только спустился, только привел, как говорят, опять кто-то пришел. Да уж, конечно, деть Куриев говорит, никто кроме Виктора Андреевича не пихает. Для ушей, по-моему, должен быть. Так, еще у кого есть слово? Все высказались. Завершать будем? Давайте, завершаем. Достойная всякого истину, Блажите Тя, Богородицу, Присто блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чесничую хирургин, и славничую десамниния с Терафим, безыстрения Бога слова ручшую, сущую Богородицу Тя величая. Благодарим Тебя, Христе Божий, нас за Твою милостью к нам, Господи, за щедроты, которые окружаешь в нас, слава Тебя, чести только нене, Отцу Сыну и Святому Духу, ныне, пресняв, веки, веков. Аминь. Спасибо, Христа Богородица.